А вы знали, что телохранителем и оруженосцем Наполеона был армянин? Рустам Раза родился в 1782 году в Тифлисе в семье небогатого армянского коммерсанта. Судьба приготовила ему немало испытаний, он был похищен и семь раз перепродан за кавказскими татарами. В июне 1799 год Рустам был подарен Бонапарту и отплыл во Францию. Интересен диалог Наполеона и Рустама при первой встрече. Как тебя зовут? Иджахиа. Это же турецкое имя. Тебя как звали дома? Рустам? Я не хочу, чтобы ты носил турецкое имя. С этого дня ты по-прежнему будешь Рустамом. Мамлюк, ни на шаг не отходивший от своего хозяина, ночевал в соседней с его спальней комнате, сопровождал Наполеона во время прогулок, охоты, поездок в театр и во время торжественных мероприятий. Присутствовал он и на самой грандиозной за всю историю наполеоновской эпопеи церемонии, коронации императора 2 декабря 1804 года. Сохранился документ, рассказывающий о поведении Мамлюка во время пребывания императора в Москве. В доме Г.Г. Лазаревых жил в 1812 году французский благонамеренный генерал Кокон, а больше еще приближенный императора Наполеона, некто из армян, любимый Мамлюк Рустам, и спросили у Наполеона повеление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясницкой улицы, и все то, что принадлежит армянской церкви, было сохранено и не подвергалось бы пламени. Рустам Раза оставил мемуары о своем пребывании при дворе императора. Книга под названием «Моя жизнь рядом с Наполеоном», воспоминания Мамлюка Рустама Раза, армянина появились в печати в 1888 году, была переведена многие языки.